Первые и единственные партнеры Как говорится, пара прошла вместе, огонь и воду Обычные отношения, как не в спорте, как любые бытовые отношения За 17 лет найдутся какие-то вопросы Конечно, каких-то глобальных, типа расходились или что-то Нет, всегда тренировались, всегда катались За спиной у нас очень много турниров, очень много тренеров Очень много мест, где мы жили Поэтому было много и обо всем не расскажешь Победители в категории сеньор выложились не на 100% Для пары одесские соревнования – это работа над ошибками И, конечно же, подготовка к чемпионату Украины, который состоится через неделю Ребята сознаются, на данный момент победа не главная Самое главное – это обкатать программу Поскольку мы готовимся к чемпионату мира У нас здесь не было задачи выложиться на 200-300% То есть мы вот этими соревнованиями подходим к основному старту Мы обкатывали, скажем так, ошибки исправления, которые мы получили в соревнованиях до этого Или по рекомендации трениров И старались исправить, чтобы быть идеально готовыми уже к следующему старту Конкуренция в любом виде спорта – это всегда мотивация Но иногда конкуренция заключается не в борьбе между соперниками, а в борьбе с самим собой Максим и Александра уверены, соревнования должны проходить каждый день И в это время нужно преодолевать себя Мы сами Мы сами Именно мы всегда соревнуемся Каждый день соревнуешься сам с собой А это серебряные призеры соревнований Пара из Республики Беларусь Виктория Семенюк и Илья Юхимук Их произвольный финальный танец был в японском стиле Что удивило публику Ведь, как правило, на международных соревнованиях спортсмены хотят выделиться и представить культуру своей страны Ребята рассказывают, что тематику и музыку для выступлений подбирал тренер Напомню, произвольный танец должен содержать комбинации новых танцевальных шагов и движений Включая обязательные элементы К слову, для фигуристов из соседней страны это первый сезон вместе Они подчеркивают, что по отдельности занимаются танцами на льду 15 лет Нет предела совершенства Понятное дело, что есть на чем работать И этот турнир один из немногих международных в этом сезоне Так как эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ездить по соревнованиям Но мы будем стараться идти от старта к старту выше И следующий старт на чемпионат мира Танцы на льду – травмоопасный вид спорта В этом мы убедились на собственных глазах По окончанию программы «Белоруса» Виктории и Ильи Партнер с трудом поднялся с колена после выступления Однако улыбка с лица не пропадала до оглашения баллов Как мы узнали чуть позже, судорога схватила на середине танца Но фигуристы нас заверили, для них это не в новинку Ничего серьезного на льду не произошло Небольшой судорог, я думаю, что это просто, что немного здесь непривычно и холодно И я думаю, что где-то неудачно просто поставил ногу и свело ногу Это было в середине, но это, я говорю, что всякое случается И как бы мы перебороли, сжали зубы и попытались доехать до конца Как бы не так, как хотелось, но в любом случае мы сделали все, что смогли Занимались по расписанию, но не могли выехать на соревнования Виктория и Илья рассказывают, что в их стране не было полного локдауна Поэтому тренировки никто не отменял и все проходило в штатном режиме У нас в стране не было полного локдауна Как бы были какие-то ограничения, но они были не столь жесткими, как в некоторых странах Поэтому, в принципе, у нас все проходило относительно в штатном режиме Просто что сидели внутри страны А вот у участников из Нидерландов ситуация немножко другая Все крытые ледовые арены были закрыты Поэтому готовиться к соревнованиям могли только на открытых площадках Пара подчеркивает, они хотели бы подготовиться к турниру более качественно Мы пытаемся тренировать каждую неделю Ребята танцуют вместе два года До того, как стать в пару, более 13 лет танцевали одиночками Никто из них и подумать тогда не мог, что после того, как они поменяют категорию Поменяется и их жизнь За свои труды молодые спортсмены были вознаграждены не только медалями Среди гостей вечера был именитый Виктор Петренко Который лично пообщался с талантливой молодежью и дал им ценные советы А точнее, бесценные Кристина Черновалова, Константин Нищрет, Телеканал Репортер